так ребят привет макс космакс вы можете сразу же подготавливать вопросы я на них отвечу ну а сейчас я бы хотела с вами поделиться тем куда мы завтра едем то есть смотрите ребята вы кто следит за мной вы знаете что я люблю такой активный образ жизни наверное я бы так это назвала то есть куда-нибудь погулять мне нравятся какие-то красивые места естественно это горы это море это это хвойные это леса ну то есть все что все что можно съесть через нос через через глаза то есть вот этот вся красота я очень люблю в этом находиться и было были несколько заявок от ребят ну как не том что заявок ребята просто писали гореля можно с вами сходить на какое-нибудь мероприятие то есть можно ли с вами поучаствовать в каких-нибудь там либо в марафонах забегах либо в тренировках либо восхождение какие-либо вот но я могу сказать сразу что бегу я всегда ребят одна я всегда бегу только в своем ритме я не люблю с кем-то бегать и даже если мы ездим с ребятами ну например в адлер да там хорошая такая длинная набережная хорошая беговая в отличие от того что в сочи такого нет ну по крайней мере может быть я не знаю если кто-то подскажет то я буду благодарна прям где можно в сочи побегать вот по прямой иногда прям так хочется по прямой чтобы не по горочкам по этим и мы как бы бегаем все в разнобой то есть у нас нет такого что кто-то кого-то ждет тут еще то есть каждый своем режиме вот поэтому я никого на тренировки на свои не приглашаю а вот в горы это да почему горы потому что иногда бывает в горах так начинает колбасить так начинает раз распаковывать что я понимаю чтобы вместить в себя новый поток новый поток знаний новый поток самой себя мне нужно отдать то что есть сейчас но не всегда бывает что кому есть отдать бывает что вот я провожу там какие-то эфиры там еще что-то но это все равно вот немножечко не то и мы решили сделать такое как эксперимент может быть так сказать и пригласили кто хочет ребят пойти с нами но пока мы не можем самостоятельно вести поэтому там получается что мы без палаток сейчас идем то есть это такой пробный вариант то есть мы останавливаемся в комфортабельном отеле где у нас будет площадка для поболтушек как я их называю потом у нас будет гид который нас поведет уведет приведет вот и дальше мы в отель то есть пока в таком в режиме light если нам это понравится то есть вы еще можете присоединиться если кто-то в сочи живет либо на красной поляне либо что-то поблизости сочи вы можете приехать пишите можете написать прям мне можете написать я во всех у во всех чатах у меня есть кому написать что сейчас это занимается александр этим если не знаете данные александр то можете просто мне написать я вам отвечу вот завтра у нас встреча в 4 часа на красной поляне если кто-то до этого времени успевает ребят присоединяйтесь вот мы там не просто будет будем восхождение делать то есть я хочу чтобы вы через себя поняли что это не не просто кто-то сказал да а вот есть такое и вы таки ой ну наверное верить или не верить а вы уже четко понимаете а как это прочувствовать и я расскажу как это прочувствует естественно я с собой возьму шаманский бубен я беру свой бубен он у меня вибрационный то есть нас есть два бубна один звуковой мы его как правило берем в перелеты потому что он маленький в ручную кладь попадает а второй бубен это мне прям делали под заказ шаманы причем не я его заказывала а мне а сделали его и сказали это ее бубен вот вот так это получилось и мне привезли он огромный и он именно вибрационный то есть ребята вот которые не факт что ребята которые будут в москве его возьмут мы еще пока не знаем как в москву провести вот потому что его однозначно нельзя в багаже в ручной клади он возможно не пройдет вот но тот кто будет сочи или завтра они прямо на себе прочувствовать то есть я хочу я хочу чтобы ребята поняли как это чтобы это было без бла-бла-бла потому что чем больше мы с вами об этом разговариваем чем больше мы говорим что это все реально чем больше я вам говорю что нет вот это вот благозны вот этой вот блевать не которая там ой все любовь из любви и все вот это блин надо это прочувствовать говорить это бесполезно и чем больше я иду вот в эту жесткость чтобы вы прям прочувствовали чтобы у вас не по головке гладили а прочувствовали через себя тем больше у меня вот этого вот хейта мне пишут или хейпа как он правильно называется что вроде как это это но блин наверное это тоже классно когда вы вот так распаковываетесь через какой-то негатив но с другой стороны я когда читаю эти комментарии думаю это же как нужно себя не уважать чтобы не настолько было неприятно что я говорю и продолжать это слушать из раза в раз но вы себя то придите ребят вы на моем канале и здесь я буду говорить то что я считаю нужным сказать если вы хотите прям похитить и в чем-то меня уличить есть такое блин приезжайте на ретрит приезжайте на живые встречи и прям будете меня там с вопросами выводить из себя вот это да это я понимаю когда ты приезжаешь начинаешь это видеть когда ты приезжаешь начинает понимаешь что как бы учет она там сказала в поле как говно какое-то вот это да про другое а когда вы через камеру что-то там но блин вы и сами не распакуетесь и просто свою энергию сливаете вам оно надо но хотите блин каких-то там каверзных ситуаций приезжайте на ретрит приезжайте на личные встречи но блин хотите в чем-то уличить приезжайте на личные встречи чтобы потом вы сказали там вот я там был вот пожалуйста там заснял все это вообще не так вот это я понимаю а так чтобы там корявым пальцем что-то там ты 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 это все ерунда полная блин давайте делайте вещи не надо не надо тратить не моё не свое время не ребят время которые хотят что-то там получить это это ваше временное пространство которое вы себе отрабатываете в кредит это кредит вашей жизни уходите оттуда живите в свое наслаждение вообще насрите на меня неважно чей что я говорю важно что в что у вас цеплять почему вас это зацепило распаковывайте себя я всего лишь триггер я не истина в последней инстанции я просто то что вас выводит к себе вот и все так привет светик выглядишь великолепно спасибо моя девочка очень жду тебя так она московском ретрите тоже будет такой эффект там нет гор на москву ретрит это вообще про другое здесь ребят у нас всего лишь один день ну по-хорошему один день то есть это первый день распаковок второй день вхождение в состояние третий день это как бы к доказать закреплялочка шпингалетик такой а ретрит это про другой ретрит это просто погружение туда и вы просто научаетесь жить в новом в новом пространстве самого себя глубже пока чем ретрит этого нет это ретрит почему ребята ездят нас ретрита на ретрит не потому что они что-то там не догоняют не потому что первый не помог а потому что они понимают что они могут сами идти но самим за и займет вот столько время а со мной вот столько и они просто первых это компания во вторых уже у человека нет ограничения каких-то финансов то есть если он попадает вот в эту стезю он понимает что нужно для него если у него идут эти осознания настолько жуков уже у него нет вот это что а я бы приехал но у меня нет финансов то есть у него даже таких мыслей нет то есть я не могу приехать не потому что мне нет финансов потому что я по каким-то причинам не готов идти дальше подумай почему не готов если готов то она все сразу же сложится по-другому но это не будет не может быть причем сейчас я вам говорю это слова а те ребята которые были на ретрите они понимают о чем я говорю то есть там уже не не про поддержание себя в слабости вообще не про это с ночевкой это с ночевкой в горах без ночевки в отеле мы будем ночевать но если все вот сложится прям и будет круто я не знаю видите у нас погода такая тем более в горах может быть там дождь может быть еще что-то но возможно следующий раз мы прямо выдвинемся чтобы прийти туда переночевать в палатках но это нужно понимать что палатки скорее всего это нужно брать с собой то есть вы уже должны быть подготовлены то есть это это что это спальник это палатка это термобелье это скорее всего какие-то горные ботинки то есть это не какие-то там ультра класса а просто защищенным носком то есть свободные свободные кроссовки защищенным носком чтобы вы не отбили себе ногти кто ходит в горы или кто бегает они понимают почему девочки бегуней часто красят себе ногти лаком да потому что они синие вот потому что не всегда ты помогает если на длительные дистанции не всегда ты помогает и поэтому ногти просто они действительно постоянно синие вот а если это сочетание бег и горы то блин ну вот как бы лак это forever поэтому присоединяйтесь будет будем смотреть что лучше как это лучше но сразу же смогу сказать что глубже чем ретрита нет ничего и на московском ретрите будет бубен в любом случае просто мы сейчас будем решать какой будет бубен но этот этот он будет эффективен просто разные будут разные эффекты я уже четко знаю какое направление ретрита будет у сочи и у москвы но вам это говорить не буду чтобы вы не цеплялись за какие-то мои предположения да вы это сами увидите естественно девчонкам которые со мной как командиса я сказала и они могут это просто потом проверить потому что это уже прям так волной окатило присоединяйтесь ребят не стесняйтесь это это будет здорово вот еще сейчас готовим согласовываем некоторые некоторые моменты и возможно в ближайшее время тоже объявим кое о чем но это будет позже вот и очень часто спрашивают задают вопросы когда начнется этот марафон и вообще марафон по депривации осталось 8 человек если они набираются там за сегодняшнюю ночь то мы стартуем мы объявляем чтобы все уже подготовились через два дня стартуем мне уже самой не терпится вам вообще рассказать это потому что там блин там настолько все это не про ребят смотрите марафон про депривации сна это не про то что как спать как не спать в какой позе что нужно съесть что не съесть как покакать как вытереть попу чтобы там спать не спать это не про это когда меня ребята спрашивают а если я не смогу не спать а я вот за рулем езжу а мне тогда не подходит это вообще не про это то есть я буду рассказывать вам про то во первых депривация сна сон это это вибрация эта вибрация куда вас подкрепляют каждый свой каждый находится своей группе кровавой группе кровяной группе не знаю как это правильно сказать и я об этом скажу может быть я не столько углублюсь как это будет на ретрит но вы поймете о чем суть я я вам расскажу как почему связана группа крови со сном почему связано прием пищи со сном какая физика связана со сном вот и это это больше чем спать или не спать это вообще про другое ребят это именно про то каком теле вы находитесь в том либо и в ином состоянии как это проконтролировать как оставаться своем теле не в том теле который ты думаешь что это твое и в своем как это совмещается как это прочувствовать как понять что это вообще бывает чтобы вы вообще понимали что это вообще существует нашем мире точно так же про любой другой марафон это поверхностные может быть название да там про на фит как вы себя будете чувствовать когда вы перейдете на минимальное количество еды это не про это про на фит это какую группу мышц нужно прокачать чтобы что на какой день почему на этот день нужно прокачать что у вас происходит в организме что происходит внутри организма и снаружи что такое деньги это просто это не про то что мы сейчас с вами нарисуем плака повешаем будем каждый день ходить молиться и все и все и будет нам счастье вот я утром стою я попросила там там внизу вселенной чтобы он не подпадал там вот этой вот и он не подал это не про это это про то что как вы отделяетесь от определенной энергии почему вы отделяете какие есть что вас вложили во внутриутробном состоянии что у вас идет это разделение вы вообще знали что почему многие не говорят почему например узи можно определить что просто есть плод но ребенок определяется с 12 недели до бывает что ребенок определяется раньше чем 12 недель но есть большие риски что пол придет потому что изначально эмбрион всегда женского пола почему задумывались об этом почему он меняет структуру задумывались об этом что играет в этом больше хромосомов таких-то либо таких-то нет это вообще не про это то есть представляете сколько в нашем организме абсолютно простых вещей которые от которых нас все время уводят чтобы увести от самого себя и чтобы вам просто вот это вот не выплеснуть все знаешь титьками наружу чтобы таки о не понял о чем тут я и хочу разбить это номеров на марафоны это не говорит о том что вам нужно идти только на один марафон это говорит о том что у вас будут парки если кто-то идет на несколько марафонов мы поэтому их сделали прям совсем копеечными совсем бюджетными что у вас будет несколько папок и вы будете понимать что вот в этой папке вы вас вот эта информация хранится вот в этом марафоне вот эта информация хранится это для вашего удобства это то же самое что если ребята есть такие ребята которые по каким-то причинам не могут приехать на ретрит но не могут но они готовы идти дальше чем марафон и для них есть тогда марафон возможности меня где я точно так же прокачиваю через камеру вот так вот вас выворачиваю это возможности меня это про другое там когда набирается у нас по моим семь человек мы решили от семи человек он у нас стартует потому что там в маленькие группы 7 от 7 до 13 человек но там я разбираю каждый день каждого человека и когда вы говорите я хочу поговорить про это игру так стопы про это ты можешь и сама подумать и разворачиваемся вот так вот и это уже вообще другие проработки то есть нет того что а можно один заменить другим нет блин ребят каждый разный это все делается для вас почему для вас потому что я хочу я хочу жить вот здесь в этой плотности вот в таком вот блин охеревшим осознанном этом пространстве а вы не даже когда вы после ретритов после марафонов осознаете какой у вас глобальный вообще функционал вас самих и это энергия это просто блин держите меня семеро это 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 вообще и когда вы сами удивляетесь и вот начинаете ее раскручивать это же блин это же космос вы понимаете что до этого времени вы просто существовали через не свою голову как будто и это клёво пишите вопрос пишите вопросы и кстати по про на фиту я вам хочу сказать что я сделаю все весь комплекс упражнений у меня будет это то что можно будет делать дома не каждый может себе по каким-либо причинам позволить спортзал кто-то по финансам и пусть будет так кто-то по временным критериям у кого-то может быть кто-то все вообще живет в селе у него этого нет я вам покажу самые а действенные комплекс упражнения буду каждый день показывать с теми материалами которые вы можете сами сделать нет гантели нет денег на годы я покажу что нужно здесь можно сделать вместо как ты гантели я покажу что можно сделать вот это то есть каждый абсолютно каждый никто мне не сможет сказать что я бы сделал то брюшни но у меня не было того-то и того-то не отвертитесь я вот прямо до мелочей прямо блин бутылочки из-под молока поэтому он она будет вот такого домашнее наладить вы вроде бы дома но мы с вами войдем в то состояние когда вы будете понимать что вы не съедете и когда вы начнете съезжать что говорит что ой нет я вот сегодня я не могу у вас такого не будет вы сразу же будете себя вот как только вот у вас эта мысль пришла вы себя настолько моментально будете отслеживать будь так ну-ка пошли-ка это вообще про другое и это все элементарно ребят самое главное это действительно прослушать и все прослушать и быть в этом процессе вы же понимаете что вы не одни представляете какая мощная команда вот какая поддержка 100 человек блин с вами ух это вообще блин светлова на каково проходить такие выворачивания вместе с мужем женой на одном ретрит или лучше по отдельности блин на одном ретрите у меня классно проходили у меня вообще семейные пары часто проходят на одном ретрите очень часто но это будет для вас жестче и будет прям жестче в каком смысле быстрее это сознание придет я не буду сейчас рассказывать прям все подробную ситуацию но на ретрите я вам расскажу и наташ я поняла что ты приедешь с мужем да я вам расскажу эту ситуацию прям вот она конкретно была и там у ребят за вот эти вот несколько дней были такие сознания и сейчас то что у них происходит это что происходило до это вообще небо и земля ooh поэтому даже не думать вместе по отдельности кто-то кому то что-то не скажет нет это просто будет жестче это будет жестче но вы выскочите намного быстрее по отдельности вам может быть понадобится там какое-то время чтобы это осознать да потому что на вел зналальте я вот могу что-то не договорились что-то там еще что-то а могу что-то там сказать потому что никто не слышит это проще а сказать когда это слышит представляете какая ломка а я выведу на эти состояния и это вас не разъединит ни в коем случае это вас настолько объединит потому что разъединить энергии если вы уже вместе но на самом деле это это нужно постараться быть в таком вне в минозе до чтобы понять что там о это не моя энергия если вы уже настолько пришли рука об руку чтобы вместе пойти вот в такие прокачки уж поверьте дальше вы из них выйдете победителями это вообще про другое поэтому даже не парьтесь приезжайте вместе и это еще лучше будет когда муж женой приезжают это это говорит о многом когда они вместе готовы идти вот в эту правду тотально это это больно это прям вообще это так больно это с кровью то ребятки задавайте вопросы потому что во вторник обязательно у нас будет фир и во вторник уже будет определенно мы скажем там уже будет у нас известно еще по одному моментику вот и я как раз объявлю во вторник завтра у нас будет новый новый опыт с ребятым новый опыт новых вибраций потому что я вам уже говорила да что когда вы находитесь в горах горы разная вибрация на верхушке вибрация вот такая когда вы идете на прием когда вы вот в таком вот в седле вот такая вот идет вибрация и здесь у вас идет просто как в центрифуге этот перезагрузка выход из матрицы он вообще про другое то есть на где бы мы страшно капец блин это самое великолепное чувство запомни этот страх потому что больше у тебя страха не будет потому что ты поймешь что насколько он не существует то есть эти через весь твой страх я тебя просто проведу это блин это вообще про другое когда вы проходите через свой страх самостоятельно когда я вам показываю прям каждую загугулинку этого страха то чтобы не случилось уже в дальнейшем вашей мы вашей жизни вы не сможете испытывать страх какие-то затруднения еще что-то представляете вы навсегда лишитесь состояния страха чувство страха просто его лишитесь готовы на это пойти тогда пригоняйте нантаж ты же завтра тоже будешь записалась на ретрит тоже страшно остался месяц блин девочки страх это вообще насладитесь этим страхом но не будет больше у вас этого страха прочувствуйте вообще что вы чувствуете в этот момент что такое для вас страх что вот это что это что-то заледенящий пот где он у вас начинается это очень важно в каком позвонке начинается тогда это же прям бывает что страх он просто парализует в каком позвонке здесь первый год жизни что там случилось поясница где-то себя коричь куда-то не пошла не туда то есть это же каждый момент просто зафиксируйте я потом все расскажу мы зайдем туда очень легко просто сейчас вам нужно ваша задача просто это зафиксировать и все каждый момент где бы где везде страх скапливается в позвонке весь страх скапливается в позвонке если вы отследите то вот этот леденящий вот просто вот этот морозильник который начинается начинается с позвоночного столба просто зафиксируйте где на каком уровне и я вам расскажу и туда я вас туда проведу и это будет последнее состояние вашего страха ребятки вопросов больше нет мы сегодня такое сделали быстренький выход естественно никакую сумку еще не собрала буду собирать как обычно за час в лучшем случае до выезда сейчас пока еще у нас видите гитара но еще с сыном до 11 погитарить хотели если нет вопросов то я с вами прощаюсь но ребят давайте так пишите вопросы свои пишите под эфирами пишите в личку пишите еще куда-то пишите вопросы и буду разбирать еще по клубу в клубе до в клубе у меня в любом случае как бы на них не не складывалась если я в клубе не выхожу еще что то то есть вот например завтра у нас будет разбор полетов до клубовцы не будут видеть лица с кем этот разбор полетов будет но они будут слышать что за разбор полетов я в любом случае на каждом ретрите каждый день включаю чтобы чтобы понимали вообще про что это и завтра я точно также буду в клубе включать камеру но только на себя буду ее нацеливать ребята просто будут слышать голос и они будут слушать вот эти вот распаковки как это происходит вот и когда в клубе наберется 1000 человек то я проведу 21 день ежедневного эфира это будет переход на иное питание на любое нас на следующую ступень каждого кто-то перепрыгнуть или ступень я расскажу как это делается это будет не про то что вам нужно набраться силы воли и заменить вот это вот вот этим вообще это говно полное не про это я буду рассказывать почему вы хватаетесь за это ли за это какая часть доля мозга отвечает за это почему эта доля мозга отвечает за это почему в этой доли мозга кровь более плотно либо более жидко почему там она отвечает кто управляет эти кто управляет этой группы мозга вы либо не вы да и когда вы будете это знать когда вы будете понимать что вас формируются вкусовые данные где они формируются у вас, на языке, в голове, как тело на это реагирует, почему у вас это есть, почему вы думаете, что вы хотите есть, почему страх переформатирует это состояние, состояние голода, которого не существует, как это убрать, почему вы можете в любое время, опираясь только на состояние ощущения вашего тела, съесть именно тот продукт, который нужен для определенных моментов, тише, для определенных моментов распаковки самого себя, не для питания тела, тело питается вашей кардионагрузкой, хотите дальше уходить в себя, хотите на распаковку рода идти, занимайтесь железом, и это я все расскажу вам, ребят, настолько, настолько это вообще все про другое, и когда вы понимаете, что это вообще не про еду, когда вы понимаете, что это вообще не про эмоции, не про то, что там я сладкое ем, потому что мне не хватает любви, блин, при чем здесь любовь, ты сладкое ешь, потому что у тебя печень не разделяет глюкозу и сахарозу, глюкозу и сахарозу она не распределяет, почему она не распределяет, потому что глюкозу организм может распределить, потому что глюкоза есть в природных компонентах, в растительных компонентах, так сказать, да, а сахароза это не тот, вообще, не тот компонент, который создан для нашего тела, поэтому печень его распознать не может и откладывает его, она его преобразует в жир, почему она его преобразует в жир, потому что она его не может распознать, почему она его не может распознать, потому что у вас идет самое неудовлетворение самого себя, это не про любовь, это про непринятие своего генотипа, это вообще про другое, и когда мы с вами будем, чем дальше мы будем в это залезать, тем больше будете офигевать, насколько это все просто, и насколько это все можно, блин, когда ты понимаешь, насколько это все решаемо, это вообще про другое, и вот там вот мы будем прям 21 день, я вам буду вот про это рассказывать, почему вот это, почему вот так, почему вот это, почему залезли в рот, почему не проработались с бабушкой, что там было бы, то есть мы вообще каждый момент разберем, ешь. Вот, и это, это не про голод, это не про попсовую психосоматику, это настолько вот, блин, глубоко, но просто, что вы, для вас, для вас не составит, как только для вас будет вот так отчелка, для вас вообще не составит никакого труда прийти в нового себя, в новое тело, в новое ощущение, в новую жизнь и в новое восприятие каждого момента, неважно, касаемо это еды, питья, одежды, общения, природы, вообще неважно, вы просто будете понимать, почему вы любите этот звук, почему вы любите этот запах, почему вам нужно вот общаться вот с таким человеком, почему вам нужно съесть вот это, почему вы любите свет вот такой вот, либо такой, на каком этапе, что вас триггерит, почему это так происходит. Можно вопрос про депривацию сна, очень много сплю, будет ли возможность после марафона спать меньше? Марафон – это не про то, чтобы ты стала спать меньше или больше, это про то, что у тебя будет осознание, а то, что ты спишь много, ну, мы проговорим про это, да, на депривацию мы проговорим, почему есть такие состояния, когда ты не можешь себя просто соскорябать с дивана. Поговорим обязательно, напомните мне. «В основном страх связан на страхе физической смерти». Да, Макс, да, и мы её проработаем, потому что физической смерти не существует на… Я говорю, нас настолько увели от самого себя, вообще не в ту степь, но всё настолько положили на поверхности, чтобы мы не смогли это найти, потому что мы же любим куда-то ковырять вот глубоко, а оно настолько вот прямо вот-вот оно лежит перед глазами, и мы это поэтому не можем найти, потому что нам кажется, ну как это, это не может быть, это же так легко. Нет. «Некоторые страхи передаются по наследству». Да, это паттернное поведение, конечно, конечно передаются, это самое простое, что можно передать, потому что ты не можешь с этим справиться, а тебе нужно как-то, как-то немножечко себе облегчить, и ты прямо вот неосознанно передаёшь это через другого, как бы реализуешь свой страх, как бы ты его передал, и ты такой, офф, всё, но ты пошёл сразу же на смерть, как только передал его. Тоже об этом поговорим. Ребят, мы с вами можем разговаривать вообще, наверное, часами. Что мы будем делать? Потому что у нас ещё есть с вами канал просветления, у нас есть с вами канал психологии, у нас есть с вами закрытый клуб, у нас есть с вами школа автономии, вот, поэтому про всё про это мы будем постепенно раскрывать. Просто не всегда получается вести эфиры, потому что очень часто в разъездах, но как только получается, я с огромным удовольствием. А сегодня я тогда заканчиваю, ребят, и давайте, кто ещё хочет присоединиться к нам в горы, я, конечно же, с огромным-огромным удовольствием вас жду. Не пожалеете. Ну и, конечно же, на ретриты, на марафоны, вот кто для себя решил, что для него вот сейчас будет это актуальным. Всё, идите. Новое всё равно получите. А если кто-то хочет меня прям разоблачить, разоблачить, приезжайте на ретрит, приезжайте на личные встречи, мы там с вами поговорим. Потому что если у вас есть столько сомнений, они же не просто так у вас есть. А они у вас есть, потому что вы-то такой же, как я. Почему вас это бесит? Потому что точно такой же, как я. Что ты не можешь себе вот это вот выцепить? Что тебе... Что ты во мне увидел такого, что я себе могу это позволить, а ты нет? Потому что у тебя оно тоже есть. Всё. Спасибо всем, ребята. А как быть со страхом залезть на... А как быть со страхом залезть на отвесную скалу? Макс, а зачем тебе на отвесную скалу? Задай себе вопрос. Ты идёшь на то, чтобы доказать себе. Доказать себе что? Ты идёшь, чтобы доказать кому-то, кому для чего. Ты идёшь, потому что ты хочешь перезагрузку с чистого листа, как состояние новости. Через смерть. Почему? То есть здесь же нужно тогда много вопросов. Отвесная скала, чтобы что? Какую ты хочешь там словить эмоцию? Это же не про чувствование, это про эмоцию. Почему она тебя скрутила так? Это про другое. Всё, ребятки. Обняла всех. Готовьте свои вопросы. Чем будет больше вопросов, тем будет лучше. Здравствуйте. Зашёл на голод сейчас с чисткой кишечника. Сейчас 30 часов без еды. Иногда приходят мысли пойти в магазин купить что-то. Мечтая о жизни без еды, в этом месте получилось 6 дней не есть. Виктор, но ты же сейчас описываешь голод. Это не про это. Мы же с вами уже говорили неоднократно, что когда ты идёшь в определённое состояние, то еда, она отварит, потому что она неинтересна. А ты сейчас делаешь акцент на еде. У тебя сейчас такой период, поиграйся с ним. Просто не парься, поиграйся вот в эти вот состояния. Голод, еда, голод, еда. Это тоже нужно. На ретрите в поле мастер происходит трансформация. А после ретрита можно сохранить состояние без твоего поля? Конечно, Наташа. Я поэтому говорю, что вам не нужны никакие гуру, никакие мастера. Я же не гуру и не мастер. Я просто передаю свой опыт. И я через себя тебе показываю тебя. А ты у себя остаёшься навсегда. Понимаешь? Это про другое. Я тебя к себе забрать не могу. Просто я тебя из себя достаю. И ты думаешь, офигеть. Как так? Ты-то у себя остаёшься уже на постоянку. Всё. Ты просто научаешься с собой новой жить, потому что ты понимаешь, что у тебя... Ты и вышла из загона. И всё. И ты просто расставляешь с определёнными ситуациями, людьми, объектами, субъектами, определённые границы для комфортного чувствования. Поставила границы, прочувствовала, научилась в этом жить, раздвинула границы. Вот про это. То есть это не то, что тебя раздвинули, ты такая, ого, всё, полетела, и гуляй рванино, и тебя куда-то унесло, и ты не знаешь, как с этим жить. Нет. Чёткое расставление границ, чтобы ты могла ощутить себя на каждом этапе. Это очень важно. Иначе очень много же людей, посмотрите, которых вот выходит с каких-нибудь там трансформационных, не знаю, там, тренингов, да, вот, и их начало начинает колбасить, штырить, и через два месяца они вообще в какую-нибудь депрессию сваливаются. Это не про это, ребят. Круто. Благодарю. Удачи. Всё. Всё, ребятки, всех обняла. Всем спасибо. Заканчиваю. Пока.